В честь 20-летия Венсполского баскетбольного клуба было принято решение провести игру звезд ЛБЛ в Венсполсе. Впервые в этом мероприятии принят участие мастер по исполнению дальних бросков, представляющий одну из баскетбольных команд Венсполса. Счастливчик и обладатель майки Венсполского баскетбольного клуба был определен в ходе предварительных состязаний. Идея этого конкурса принадлежит Ральфу Плейницу, который считает, что и любителям баскетбола надо давать возможность поучаствовать в празднике латвийского баскетбола в «Игре звезд». Это прекрасная возможность для игроков Венсполского чемпионата помериться силами с профессиональными баскетболистами. Вне зависимости от профессионализма могут проявляться человеческие слабости, например, волнения. Могут влиять и другие факторы. В принципе, каждый может забросить трехочковый бросок. Этот конкурс прошел удачно, так как была интрига, напряжение и, конечно, победил лучший. В конкурсе могли принять участие по одному снайперу от каждой команды городского чемпионата. И все девять использовали эту возможность. Как и принято в «Игре звезд», игроки за минуту должны были забросить 25 мячей из пяти разных точек трехочковой линии. В полуфинал прошли четыре самых метких игрока. Среди них лучшим был снайпер Мартинш Аунц из «Экогривс», который набрал 18 очков из 30 возможных. 13 очков на счету у Кристопа Ремерта из команды управления Венсполского свободного порта. 12 очков у Интера Рудитиса из «Таргалы». И 11 очков у Кристопа Бэгманиса из «Венсполского техникума». В полуфинале выбыли Аунц и Рудитис, а в финал прошли оба Кристопа. У обоих по 15 очков. С первого раза не удалось определить победителя. Бэгманис и Ремертс оба забросили по 14 очков. Было назначено дополнительное время. Во второй серии финальных бросков самым результативным был Ремертс, который последние три броска мог бы и не осуществлять, так как уже обеспечил себе победу. 21 февраля состязаться с лучшими снайперами латвийского баскетбола будет Кристоп Ремертс, представляющий команду управления Венсполского свободного порта. Я стремился участвовать в этих играх, был уверен, что смогу забросить. Посмотрим, что будет на игре «Звезд». Моя большая мечта сыграть с Яниченоком. Посмотрим, хватит ли мне сил одолеть его. Ральф Плейнет считает, что и в Венсполском чемпионате хорошие игроки, несмотря на то, что это другой уровень игры. В игре «Звезд» нельзя ничего прогнозировать. Чтобы победить на играх «Звезд», я считаю, что надо забросить больше 20. Бывало мы обходились и меньшим количеством. Результат 15-16 и выше – это уже хорошо. Забросить мяч – это не так-то просто. На прошлых играх «Звезд», которые происходили в Екопилсе, победил Сандес Валтерс, входящий на тот момент в состав команды БК Венспо. В тот раз развернулась жесткая борьба между Сандесом Валтерсом и Кристопом Яниченоком, который играет за Венсполс уже в этом сезоне. Может, это знак? У Ральфа Плейнется есть сомнения, что в этом году Яниченок примет участие в этих соревнованиях. Но надо когда-то и пропустить, дать другим возможность выиграть. Это было бы нечестно. Я сегодня разговаривала с победителем, он хотел бы сыграть с Яниченоком. Может, его уговорить сыграть? Если Кристопу недостаточно будет принять участие в «Играх звезд», то мы обязательно удовлетворим его желания. Мы устроим для них индивидуальные соревнования.